Доброе утро, друзья! Вы снова у меня в гостях. А если точнее не у меня, а в моем компьютере. Вот здесь в компьютере есть такое, что пока неизвестно никому человеку в стране, кроме меня. Вот, и хорошее, и плохое. 30 лет работы. Ну, почти бескорыстной. Если не считать того, что приходилось зарабатывать, подрабатывать, используя свои же идеи. Вот, значит, мы с вами на очередной картинке. Тысяча какой-то. Так, наверное, такие попытки делал не только я, и не всегда у меня все получалось. Поэтому вынужден сказать. Ведь, посмотрите, мы с вами будем чуть позже более подробно изучать укоренение кустарников культур. Так, под бутылками, именно под бутылками. И, как это, стыковку, прививку, в общем, сращивание подоев-привоев, тоже под бутылками. Эффективнейший способ, кстати. Я... Была, не была. Сейчас это самое. Че там мелочится. Возьми-то сколько. Видите, это горшочки. Это всевозможные бутылки с отрезанной верхом. Обыкновенная коробчатая такая грядка и сверху пленкой. Казалось бы, то же самое. Казалось бы, успех гарантирован и сразу заработок. Представляете, как удобно. Раз и в бутылочке. Раз и в горшочке. Че не жить. Вот. Очень удобно. Выкапывать не надо. Корни повреждать не надо. Все за то, что все успех. Тем более, что когда вот я накрывал это плотненько. Вот она справа пленка. То всегда висели капли воды на нижней части пленки. То есть, что гарантировал 100% влажность воздуха. А нет. Схожесть. Так, 10-15%. Ну, 20%. Это уже не успех. Это уже провал. Вот все, что могу сказать. У меня не получилось. Значит, на всякий случай, а чуть позже я кое-что добавлю. Там еще будет более подробный снимок. Пока пойдем дальше. Укоренение роз. Это легкое дело. Вот. Главное для вас достать хороший сорт. Точка. А укоренять его легче легкого. А вот он, современный бич садов. Ой, что натворили сволочи. Вы представляете? Только ради того, чтобы продать клей, предназначенный для того, чтобы... Это, видимо, было так. Да, он сверхлипкий. Да, он предназначен для борьбы с паразитами. Но кто, чью голову, такую, как бы сказать, подлую пришло. Уже, видимо, не для муравьев его использовали. Но кто-то придумал его использовать еще и для того, чтобы убивать муравьев. И началось. Представляете? Под ним полностью не дышит и сгнивает хора. Тот, кто думал об этом. Вот интересно, если взять, это уже первый. Всегда есть кто-то первый. Всегда. Потом будет второй, десятый, сотый. Потом все рынки страны окажутся. Это самая кругом реклама. Вот. И, наверное, количество саженцев. Это я видел уже добрые полсотни мертвых. Наверное, количество саженцев убитых. А, уже, кстати, не полсотни, уже добрые сотни. Убитых уже, наверное, достигло миллионов. Вот. И вот взять, допустим, вот он самый первый человек. Вот. Тот, кто это придумал. Кто на этом заработал, наверное, миллионы рублей. Кто раскрутил это дело. Вот просто взять, вернуть то время. Допустим, на машине время не вернуться. И спросить его. Вернее сказать, что вы стали вольно, невольно. Ну, скорее всего, по глупости. Может, ну, глупость плюс жадность. Вы стали причиной убийства миллионов деревьев. Огромное количество выброшенных денег. И на клей, и на денег, потому что убиты деревья. И, наконец-то, не получен урожай. Не получен урожай. Никогда не будет. И плюс невидимые миру слезы. То есть, еще и моральные факты. Деревья гибнут. Люди не понимают. Знаете, когда меня пригласили в поселок Вайна. И там в трех садах стояли мертвые деревья. Хозяева, которые их обмазали. Они ведь понятия не имели. Они меня позвали как? Один из них. Константин Исприезжай. Ваши плодоносящие деревья гибнут. И вот, когда приехал, это я ему мордой ткнул. Что ж ты натворил-то, дружище? Он же понятия не имел, что вот они стоят гниющей корой. Вот ведь как? Вот тот человек, если бы вернуться на машине, который заработал первые миллионы рублей, он бы услышал от меня, с которой слез с машины времени, что что ж ты натворил. Возьми сейчас и раздумай рекламу. То есть не выноси это, не рекламируй, не продавай. Вот и перед ним стоит дилемма. Остаться простым человеком, скажем, невысокого достатка и упустить возможность стать миллионером. Или все-таки убить миллионы деревьев, потому что процесс-то потом пойдет. Не он же один зарабатывал на этом тысячи, начиная с торговцев и ларьков. Ну что, представляете, что творится на свете? Так, вишня степная, кустарник. Степное название, я догадываюсь, никогда не интересовался родословной. Догадываюсь, что, видимо, она вынослива. Прижимается к земле. Этому дереву на данный момент лет 25. Прижимается к земле. Раз это куст, который полтора человеческих роста. Была бы больше, но урожай всегда его делает таким приплюснутым. Вот, убедился, что один раз как-то померили все-таки. Семь ведер собрали с нее, с этого куста. Только на варенье, только. Ну и последние годы немножко она интереса не вызывает. Никакого особого. Поэтому, ну, может быть, за зиму с тысячи косточек-то и продаю. Вот, причем, мне самое интересное, гарантируют ли косточки, когда из них вырастут саженцы, деревья взрослые, если взято с урожайного дерева, гарантируют ли они урожайность? Вот этого я не знаю. Ну, это самоплодный, это факт. А пылять-то некому, а она и подбухный. Вот, плодоносит максимальным урожаем. Это еще не максимальный. Бывало покруче. Так, и потом я вам что-то покажу. Ну, наверное, чуть позже интересное. Ну, то, что выносливость невероятная, это понятно. Вот один из вариантов укоренения. Значит, простейший способ. Листочек, в данном случае, видите, смородину. Там под бутылками еще у меня бывало, выращивал шелковицу. Так, жималось. И, в данном случае, темные бутылки гарантируют хорошую схожесть. Но, хотя бы полутень. Дело в том, что под светлым еще лучше, не схожесть, а укоренение. Под светлыми укоренениями еще лучше, если, конечно, поливать обильно. Не забывая, что вода должна еще затечь под них. Затечь. Это не так просто, казалось бы. Вот, светлые хорошо гарантируют, но сгорают на солнце. Светлым нужно полная тень. Или искусственная, когда-нибудь дойдем, специальная тень, там, коли тряпки натягивать, или, естественная, скажем, под дерево. А вот эти пластиковые бутылки темного цвета, они лучше держат солнце. Но все-таки был год, когда из-за дикой жары их прожгло. И большая часть сгорела, вот этих зеленых листиков. А так вообще способ эффективный. Не знаю, я его изобрел. Но, в всяком случае, мне никто не подсказывал. Взял, да, использовал вот эти бутылки. Все-таки под ними влажность очень высокая. Намного эффективнее. Вот эта фотография очень симптоматичная. Я попросил сына Артема вот так ветку эту прижать к земле. Почему? Чтобы показать вам, что вот это черешня. А это очень хрупкая вещь. У меня, еще раз говорю, сегодня, именно в 2015 году я впервые наелся черешни собственных деревьев. То есть я ел ее горстями. Я давно мечтал об этом. А так жменька, жменька, ничего, жменька, жменька, ничего, жменька подмерзания. Вот это я занимался только из любви к искусству. Только. Потому что время много не терял. Десяток деревьев. Рядом знаменитый Боднер в тридцати километрах. Вот. У которого, это самое, мне надо было... Я много лет потерял. Как? Я у нее несколько купил, так, он мне задешево продал несколько этих саженцев, непривитых. И они у меня несколько лет дохли, дохли, дохли. Время шло, не дохли. Когда они почти все сдохли, значит, да не почти, а все они погибли. У меня намного холоднее. В отдельные дни мороза у меня был на 10-12 градусов круче, чем у него. То есть разница огромная. Вот. И долго рассказывать придет пора, расскажу. А пока я использовал этот снимок как пример того, что да, капризная вещь, но я встречал в литературе у самого Чернышева Валерия Петровича. Вот. Саратовского ученого. Вот это пример того, что черешню можно выращивать в укровенной форме. Или укрывать ее, допустим, матами соломенными, или это самое, под снегом. Ну, можно там делать кусты невысокие, до метра. Вот. И иметь какие-то урожаи. Все-таки иметь. Но это не мой путь. Вот. Никогда ничего не укрываю. Чаще всего получалось вот так. И я использую этот снимок. В данном случае разговор не о черешне, а о самом принципе. Дело в том, что вот так появились кустарниковые культуры на земле. Там, где был жесткий климат, растения прижимались к земле и становились кустарниками. Древовидная форма, где позволял климат, более мягкий, более теплый, где почвы было больше, потому что не всегда на земле было много гумуса. Смотри, вот сейчас эту ценнейшую вещь, которая с таким старанием бульдозеры, асфальтовокладчики, карьеры, значит, это самое, химия, с таким удовольствием ценнейшую часть планеты, гумус, гумус, ценнейшую часть планеты уничтожается. Это просто удивительно. А вы думаете, его много. У нас тут Кайбальская степь, огромная, гигантская, она на полхакасии. Вы знаете, ходишь, в лучшем случае, когда если трактор спашет, там больше камней, чем почвы. В худшем случае, ходишь прямо по камням, по галышам. Почему? Это бывшее дно моря. Какая, к черту, сельское хозяйство? Ой-ой-ой-ой, если бы вы знали, где-то попадаются гумусы, местами там у нас и поселки возникали, где гумус есть. Ну, сотни лет назад. Хотя бы там немножко. И там только развивалось огородничество и прочие радости, прочие эти самые отрасли сельского хозяйства. И вот, я к чему говорю, все зависело от слоя гумуса. Но так как здесь гумуса достаточно, здесь должно расти дерево. Почему не растет? Почему отсохло? Почему? Да очень просто. не для Сибири. И что делает дерево? Оно что, все погибает? Нет. Там, в самом низу, где-то мне было снега по щиколотку, все-таки несколько почек оставалось под снегом, и что превратилось дерево в куст? Если бы это продолжалось миллионы лет, тогда бы, да, тогда бы уже это, он бы так бы кустом и рос. А все-таки это могучейшее дерево черешня. Пока еще все свойства с одного поколения перестроятся никогда. И что мы можем использовать? То, что сохраняется нижняя часть, то, что дерево перестраивается в куст, по неволе мы должны использовать. Хотите немножко есть черешня? Ешьте. Вот. У меня она все равно дальше росла деревом, достигла плодоношения. Почему? Когда Артем Валерьевич отпустит эту ветку, она выпрямится вертикально. А для вас это просто подсказка. Так, следующий снимок. Вот, пожалуйста, тот же снимок, где я пытался в горшочках. Как-то было бы здорово, если бы они все укоренились. Не так-то просто. Метод оказался не наш метод. В тот момент я уже готовился к эйфории, к триумфу. Я уже сделал рекламный снимок. глядите, а потом такие горшочки, как удобно продавать, да по 300 рублей, да сколько там денег растет, а что-то зло, пришлось вернуться опять горшкам. Проверим. Ну, еще я что добавлю. Значит, есть современная технология укоренения. Она очень дорогостоящая. Есть специальная установки по созданию водяного тумана. вы понимаете, это когда буквально в воздухе влага висит. Вот тогда листочки не сгорают и идет укоренение полным ходом. Это есть специальная отрасль, это крупные питомники. Вот, слава им, в данном случае мы же с вами кто, или просто дачники, самим себе, говорю, поглядя у соседа, допустим, это самое, прекрасный сорт, попросил веточку, ткнул, бутылкой накрыл, все. Вот это я пытался для маленьких питомников, мини-питомников, по принципу сам себе режиссер, сам вырастил, сам продал. Не получилось. А делать маленького питомника мне в голову не приходило. И знаете, как, есть специальный материал, делаются помещения уже в виде теплицы, да, но какая, этот материал частично матовая имеет свойство, матовость частично проникает, может 20, может 40 процентов солнца, тогда он уже не сжигает, но обеспечивает теплом, вот раз, значит, соответствующая освещенность достаточная, и внутри вот те самые форсунки для распыления, это называется уже укоренение в промышленных масштабах. но мы с вами люди простые, нам хватит и бутылок железовая. Вот, ну, снимок этот, когда-то я, сейчас я обленился, и на зиму ничего не делаю, а ранней весной ремонтантную малину я полностью вырезаю, полностью, почему? Потому что она должна за лето полностью вырасти, уже осенью заплодоносить и дать урожай в несколько раз больше, чем обычная малина. Должна, я об этом подчеркиваю, должна. На деле это как-то было лето, когда малины было совсем мало, а вообще малина действительно у меня начинает ремонтант. Если сорт, который получился достаточно выгодным, в конце августа плодоносит, сентябрь плодоносит, октябрь плодоносит, и мороз еще уходит с этими, с неполностью собранным вырожаем. А тут у меня пример какой. Я экспериментировал много. Например, что я делал с ремонтантной малиной? Я брал куст, там 10, там, может, 15 даже в кусту. Я все вырезал от плодоносившей, оставлял 2-3, но живых и самых мощных. Почему? Ну, это же обычная малина, только свойства ее рано начинать плодоносить, ее использовали, если та считается двухлетняя, год растет, год плодоносит, это должна за год. А я решил вернуть ей свойства двухлетней, то есть ветки оставлял, не вырезал полностью, потому что следующее поколение должно уже успеть вырасти за один год и заплодоносит, но я их оставлял, так, они же все-таки не все плодоносит, вот, лучше не плодоносившие оставлял, и они у меня начинали плодоносить одновременно, даже чуть раньше, чем обычная старта малины двухлетней, но подрезал, подрезал специально, чтобы так распушились, и получалось так, что у меня начинало плодоношение, допустим, в июле и заканчивается с морозами, тоже неплохо получалось, и одновременно второе свойство использовал, она, почему я не отрезал, и чем хорошая второе свойство ремонтантной малины, не только, что дает урожай за урожаем, в хорошее теплое лето, а второе свойство заключается в том, что она очень морозостойкая, и в отличие от обыча, мне никогда не замерзало, даже самое страшное морозное, ну, а так как не бывает правил без исключения, исключения без правил, у меня последний год, самая теплая зима, наверное, за тысячи лет, она жила и замерзла, я ведь оставлял ее, как, по принципу, не буду я рану делать у самой земли, вырезал, хотел вырезать полностью, но весной, а я думаю, ладно, а весной она не проснулась, после самой теплой зимы она-то как раз-то и замерзла, вот такой парадокс, и никогда до этого не замерзала, в общем, смотрите сами, хотите, также оставляйте понемногу, рано начинает плодоносить, когда очень хочется ягод, а не поздней осенью, когда вы уже наелись других фруктов, то есть использовать свойства и однолетний, и двулетний на одном и том же кусту, вот, о, я еще говорил о коренении крыжовника, а также веточку мне привезли, укоренил, получил новый сорт, очень, я бы даже сказал, почти диковинный, пока все еще редкий, модный, во-первых, потому что черный, во-вторых, потому что бесшипный, а это очень важно, у меня тут, у соседа есть огромный куст, этого крыжовника, так к нему не то, что собрать с него, ну, обыкновенный куст, так беспородный назовем, но огромный, и урожай приличный, так к нему подойти из этих колючек страшно, не то, что собирать калечие руки, даже подойти страшно, настолько он ощетинился этими колючками, а этот, конечно, собирать одно удовольствие, вот, вот, сортина брезда железа, я написал, потому что, ну, наверное, я фамилию зря, я тогда был, сейчас я стараюсь не использовать свою фамилию, чтобы это, после того, Боднар Борисович, он наш уникум, это выдающийся, садовод-любитель, вот, у него самая северная в мире черешня, мой черешня молодой сад, еще нельзя считать равным ему, однажды я вам покажу, когда дойдем, пень, у него диаметр по 7 метров, это его, была черешня высотой 15 метров, вот, вот это я уже считаю достижением, я пока по черешням, так, я всегда говорил, я вечером второй, в Сибири, вечером второй, я никогда первым не буду, но у него климат помягче, более приспособлено для черешин, и вот однажды я взял веточку черешни у него, и привил вот эту вишню, а это, знаете, какая вишня, это не смотрите, вот там, видите, штамп, да, это вишня жуковская, что привитого земли, что я с Украины привез, имею прекрасную, съедобную вишню, кисло-сладкую, но съедобную, а это ближе, здесь рядом, справа, находится куст черешни, куст этой, вишней степной, которую я однажды, молодую, как говорят, черноморья, почешите в другом месте, я взял своими ручками, шаловлями, а она торчала из земли, вот так вот, вот так вот, вот так вот, я одну из веток, подходящую, привел на черешню, черешня пожила два года, умерла, не дав плоды, а вишня укропнилась, ну, сейчас, когда я начал читать Мичурина, я почти все дошел сам, мне даже где-то было обидно, я такой умный, оказывается, я всего лишь второй, и опять вечно второй, да что это такое, и здесь тоже, о том, что улучшать подвой, а подвоем послужила вот эта вишня, это прекрасно, разжеванно, Мичуриным, а я сколько с соловьем заливался, что я придумал способ, назвал его, как я называл его, селекция наоборот, селекция сверху вниз, я просто второй раз открыл, давно открытая, но я не обижаюсь, все-таки, я не стал открывателем таких паре случаев, но зато и не глупее оказался, вот, но по крайней мере, чужой я не присваивал, и вот что получается, улучшенная получилась, степная вишня, потому что в идеале, она такая мелкая, и такая безвкусная, это тоже не подарок, вот, но по крайней мере, несколько улучшить ее удалось, вот, идем дальше, вот, видите, дело в том, что это один из вариантов, а нет, отдельная тема интригует, ой, какая-то тема, ой, какая тема, вот, это я привез с Украины, правильное название, Квинти, Квинта, это мне сказал садовод-любитель, на Украине, когда я у него черенок добывал, да, в домом начале, ну, похоже на, это, слегка по цвету, по крупности, похоже на Red Melbo, но на самом деле, внутри мякоть еще краснее, и вкус еще лучше, вот это шедевр, возник с ним, очень редкий случай, когда отторжение мешает, частично, биологическая несовместимость, сибирками, она, естественно, сибирка, это один, это самый низ с эволюционной лестницы, а, допустим, вот такая роскошь, как вот это яблоко, одно из лучших в мире, вот, а это другая крайность, другая, и в результате, получается, что они на эволюционной лестнице, настолько далеки друг от друга, и чем дальше, тем хуже, совместимость, особая работа, занимает, сейчас несколько молодых квинтов у меня есть, которые прекрасно развиваются, в следующем году жду урожая, вот, ну, тут тоже, как оно бывает, вот, помните, кто уже видел, мой, как бы его назвать, слайд-шоу, «Дорогие мои старики», где под песней я показываю своих, тех, кто имеет отношение к садоводству, я забыл туда включить свою покойную тещу, вот, а вспомнил об этом сейчас, когда увидел вот эти, у меня как получилось, я раз попробовал прорастить без стратификации персики, не растут, ну, не надо, а тут как-то она выпросила у меня жменька, у нее выросли, 22 посадила, кольские, 22 получила персика, я же их продал, деньги ей вручил, это просто осталось в памяти, но я не занимался никогда этим, самым, выращиванием персика из семян, а это просто получилось, ну, маленькие, лишнее наблюдение, волшебные руки, что ли, или так сложились обстоятельства, что у меня не взошли, у нее взошли, у меня настолько не взошли, ни одной, что, а одна взошла, там, и сотню, что у меня и руки опустились, я больше этим не занимался, не потому, что я не удачник, просто я не пытался стратифицировать, стратифицировать, это точно бы взошли, просто это не мой метод, не мое направление, вот, вот это мое направление, год уходит на прививку, этих самых, то есть не так, первый год, это у меня выращивание семянцев, и второй год, это прививка, прививка у земли, черенок берется со взрослого дерева, первый же год, покрывается цветочными почками, и вырастает за год, вот до этого состояния, это однолетний привитый питомник, вот, поверить в это трудно, еще раз говорю, никакой моей заслуги, ну, есть какая-то, мои наблюдения, что прививка у земли, что прививка, я тысячу первый раз повторяю, чтобы перебить вот этот вкус к халтуре, что прививается только нижняя часть ветки, получаются мощные деревья, фактически взрослые, хотя сенисты однолетние, а деревья получаются практически взрослые, могу показать их сотни, 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 вот, и далее идет их продажа, вот, а вы скажете, а он там на заднем плане, он здоровенный, а это двухлеткие, то есть фактически это им два с полной года от посадки семян, так, и полтора года от прививки, это уже двухлеткие, почему они торчат, а потому что лучшие злыши остаются навсегда, это часть моего качающего сада питомника, и вот они остались навсегда, и они создали мне славу, скороплодного, это лучшая сорта в мире, до 100 грамм, мне приходилось и более 100 грамм иметь, вот, получается, что вырастить, это вам не персик, вырастить его довольно просто, ежели все делать по железу, вот, вот, сам себе режиссер, сам научился, ни у кого не учился, вот, и наоборот, старался все делать наоборот. Следующий снимок, это ранетка, сорт я точно не знаю, ранетка с рынка, вот, ранетка непривитая, ей 30 лет, и все-таки она у меня, ну, это прививка, то прививка, это фотография где-то года 22, так, она еще полностью не покраснела, вот, она у меня уже, как сейчас, и 30 лет, фотографию позже увидите, одно хочу сказать, что мне удалось сохранить, они должны очень быстро дичать, и они действительно дичают, особенно если в нежесткие условия, потому что я видел полностью, стопроцентно задичавший огромный сад, у меня есть специальный ролик, в котором это все, найдите его, значит, оно настолько быстро дичает, непривитая, что мне удалось сохранить только потому ее, ну, для семенного материала, для того, чтобы все-таки еще раз говорю, Курдюм у меня открыт глаза, ну, как бы сказать, он очень уважает ранетки, полукультурки, у него более широкий взгляд на жизнь, он понимает, что сегодня, завтра, катаклизм, убьет крупноплодный, а эти не убьет, а если их нет в садах, то получается все садоводство будет убито, это его влияние на железо, вот, ну, а здесь, как они сохранились, да, очень просто, почему они не задичали, она должна была задичать, обязательно должна была, с годами, а в ней привито несколько крупноплодных сортов яблони, то самое, они поддержали ее ринами, изменился только цвет, она стала краснеет, 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 ну, это уже просто, я уже не могу каждую фотографию комментировать, чего у меня только нет, помните, это самое, перестроечная года, мне эта фраза, чего у меня только нет, как запомнилась, врезалась в память, перестроечная года, когда в стране пустые полки, идут демонстрации, гемористический рисунок, вот, идут демонстрации, держат плакаты, на одном плакате написано, чего у нас только нет, на втором, пива нет, на третьем, рыбы нет, на четвертом, ну и так далее, помните, поняли, в чем юмор, так вот, чего у меня только нет, вот, уже и комментировать бывает это, чего у меня только нет, вот, вот она, эту фотографию сделала несколько лет спустя, она уже покраснела полностью, а вы знаете, на молодом дереве она была красно-розовой, необыкновенной красоты, вот, буквально полукультурка, даже как бы, ну вот, со временем, она краснела-краснела, ну, привита-то на ярко-красность, это, ой, нет, она же не привита, сейчас соображу, а, у меня в нее привита была, потом покажу эту самую, красные яблоки, потом покажу прививки, вот, видимо, этот цвет-то и передался, так, это, не комментирую, ну, не знаю, начинать, привет, это, длинную тему, именно сейчас, мировой рекорд по колоновиткам, пять ведер, вот, где-то, что интересно, от простого садуга-любителя, пришло письмо, и там написано, что его колоновитка дает 10 ведер, и я ему написал, пожалуйста, пришлите фотографии, ведь колоновитку невозможно спутать с другой, даже чисто внешне, даже по кроне, по листьям, вот, даже если на ней ни одно яблоко нет, и то можно сказать, колоновитка или нет, но он не прислал, и тут застряла память, я представляю, гигантское дерево с 10 ведрами, хотя, честно говоря, верю с трудом, может быть, есть колоновитки сырые, полуколоновитки, то есть, они растут, как обыкновенные деревья, расстояние между почками, между узелем, такое, коротенькое-коротенькое, что яблоки висят густо, как на облепихе, ну, пока, мое утверждение, уже много лет, эти, видеофильмы, скачут по интернету, пока никто не опровергивает, да, что вы, о, как 5, ой, да, вот, у меня он их, это, все 10, никто еще пока так не заявил, и, по-моему, не заявил, почему, потому что классическая колоновитка, развивает суперкарлик, в виде подвоя, но как эти суперкарлики прививают, почка, это уже страшная рана, суперкарлики на искусственных корнях, это отсутствие мерзостойкости, суперкарлики не позволяют вырасти, этому несчастному побегу, больше полутора, двух метров, вот, и на этой палке, естественно, никакого большого рожая быть не может, отдельные годы, знаете, я когда видел, фотографию первую, самую рекламную появилась, популярнейшую в журнале, ой, ну, конечно, вся страна с люнями подавилась, вот, вот она, одни сплошные, то есть там яблоки, вот как здесь, знаете, вот этот фрагмент, да, вот этот вот, вверху справа, вот так вот располагались яблоки, вот, на высоте всего один метр, и сказали, ну, все, теперь вся страна, это наша, покроется яблонными садами, мы будем яблоками давиться, с утра до вечера, ага, уже там же, на этой же снимке, вдали было видно, что совершенно, что это просто выбран один из сотни, или там из тысячи, вот, что это всего лишь поманили, больше я про это пока говорить не буду, я вам иначе надоем, но это крупный план, вот, ну, вот эти полукультурки, я их очень уважаю, у меня их всего-то 2-3, вот, нету ни сил, ни времени, чтобы хотя бы собрать коллекцию полукультуры, которые должны, это полукультурки страховой фонд, на случай всевозможных катаклизмов, немыслимых, вот, понятно, что их, это самое, никто особо ими не занимается, а рынки набиты, этими дешевками из Средней Азии, поэтому садоводство и умирает, Антоновка, про Антоновку я уже с вами разговаривал, Аленка, еще одна полукультурка, потом окрасится, это еще разный снимок сделан, вот, это та самая, господи, Red Melba, в переводе на русский, Красная Melba, очень морозостойкая, что меня удивляет, в нашем регионе удалось распространить ее в тысячи садах, я участник этого процесса распространения, вот, и вот что интересно, да, вот заметьте, про лесу, все рассказывать, я даже уже не вспомню, то ли Белый Налив, то ли Антоновка, как-то уже и не интересно, а вот это интересно, дело в том, что, вот этот забор, мой и соседа, хорошо сосед не взял руки топор, оно само росло, росло, а что росло, мы не знали, вот оно вылезло из-за забора, вот, а потом появились яблочки, мелкие-мелкие, вот посмотрите на ногти, на мизинце, вот такие вот, а с каждым годом начали укрупняться, я это называю телегонии, контакт, а рядом кругом, со всех сторон, вот эти-то вот, честно скажу, вот это все снято рядом, 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 то есть, где-то в пяти метрах, в десяти, в двадцати, вот, все вот это вот разнообразие культурных сортов, и оно укрупнялось, укрупнялось, и теперь это мой поставщик, дворового величества железа, то есть, это именно с нее, я беру, я это назвал как, сибирка, оккультуренная, ягодная, вот, у нее-то, ни с колечкой, не сомневаясь, тут уже стопроцентно уверены, что что бы, какую бы культурную не привили, на сене свореченной для этих семян, вы получите практически стопроцентную приживаемость, ну, может, только вот, очень тяжелые, именно колновидки очень тяжелые на, это самое, на совместимость, только колновидки, вот тут бывало, ну, 50-процентный успех, это не стопроцентный, а крупноплодные, любые, не помню, когда мне приходилось, семья, все растет, вот, видели Голландию, видели, вот, поэтому, она представляет собой ценность, именно поэтому, что это не просто семечки, эти семечки я продаю, прям в виде плотиков продаю, вот, потому что, ну, как, ничего я отменить не могу, а там, черным по белому, у нее написано, что несовместимость, у сибирок чистых, она тоже не чистая, вот, воронежская, так же, как, допустим, сморок, так же, как, допустим, яблоня, мелба, первое цветение, переурожай на концах веток, на концах веток, и вот, как раз, доказательство, такой снимок сделал, вот, ну, естественно, вкусная, наверное, она не воронежская, наверное, это народное название, прислали ее даже не с Воронежа, не помню, ну, скорее всего, ее происхождение с тех мест, но вкусная, вот, на этой фотографии, вы видите, я взял персик, мне его надо было перенести, я его взял, аккуратно достал, поставил картонную коробку, стараясь не растрясти землю, кстати, меня очень умиляет, вот, какие статьи я только не читал, вот, я не говорю, что это какие-то суперспециалисты, просто редакция все равно что печатает, и вот человек пишет, хотите пересадить дерево с места на место, держите за стул, вы берете его, выкапываете, отряхиваете землю, моете корни, я все время думал, зачем, я не меньше трех раз про мытье корней, еще читал про мытье корней перед прививкой, я понимаю, если прививка за столом, хочется, чтобы на столе была хирургическая чистота, но если бы вы видели, как я на стол ставлю, грязный стол, вот, землей покрытый, как я на грязный стол ставлю, аккуратно, по двое, вместе с комом земли, на столе начинается священодействие, прививка к нему, и при этом стараясь, чтобы он не шелохнулся, особенно, когда делаешь резким движением срез, при этом, получается, его стряхиваешь по неволе, и ком земли становится меньше, у меня же, к сердцу кровью обливается, и вот я, где-то удается сохранить ком, где-то полкома, где-то четверть кома, где-то просто земля, налипшая на корнях, то есть кома нет, но все-таки, какая-то часть земли прилипла к корням, и, а это я делаю, естественно, стараясь, чтобы и хотя бы это сохранить, хоть вот эту, землю, прилипшую к корням, нет, ведь надо, оказывается, стряхнуть, помыть корни, а потом только, это, привать или не привать, но уже садить, вот этот идиотизм, и ведь у человека, она приживется, нет, если вовремя сделано, если корни хорошо сохранились, ему в голову не придет, что с комом земли, то тогда и получается тот самый рост, видели меня, не видно было, в этом питомнике, которому от прививки у земли 5 месяцев, ему в голову не приходит, что садить садить сурознь, что он должен максимально развиваться, а не как попало, и с задержкой, если ты замедлил его развитие, голый корень, он же должен еще привиться, опять же обрасти, той самой земле, которой вы стряхнули и других научили, задержка развития, это же не полное возревание до зимы, это же самая наша бич страшная, у нас и так любители в мае садить, после того, когда отцвели деревья, большинство саженцев, садится в мае, у меня Антон Сафронов, мой друг, как он эти материалы достает, бак присылает мне диаграмму, дело в том, что они интересны чем, пик продаж, пик продаж саженца май, вот так, это когда в апреле, по всей России, практически большую часть в апреле отцвели, как, чем думают, вот, а еще найдется умник, который голыми корнями, еще процесс замедлится, обозревание, а здесь что, взял персик, вот, а у меня-то, вон, видите, с этим самым, в данном случае, с листьями, правильно, это осень, видите, в зале-то уже вот это вот отросло, но отросло не здесь, это я нарезал такими, горизонтально лопату ставил, нарезал такой дерн, готовый, чистый дерн, у меня много было, вот, и раскладывал, то есть уже еще год, вот, она положена, просто положена, к следующему концу года, она затянет вокруг, 2-3 метра квадратных уже, плотного дерна, это осень, вот, саженец сильно обрезан, обратите внимание, всегда сильно режу, это персик нежный, он еще живой, вот, посажен в коробке, ну, пусть не видно коробку, и не видно, что это мощный, прекрасный холм, вот, не видно, потому что трава, как-то скрадывает, а на самом деле, это холм, и верхняя точка, это основание штаба, вот, этого персика, вот, все вообще красиво, два мощных хола, убиты капитально, подвязаны, потому что, я помню, как снег в сентябре, бывало, как даст, вот, саженцы, аж ложатся, если не привиты, так прямо на землю ложатся, а еще, и некоторые еще и ломаются, ну, достаточно нагляделись, идем дальше. Это один из вариантов китайской сливы, хороша, да, ой, вкусная, да, уже и так я сушу вкусную, в данном случае, она гниет, гниет в коробке, она предназначена для того, чтобы вынуть с нее семена, семена я вынимаю, перезревшие с коробки, я никогда не сравнивал, я всегда делаю, ну, как в природе, она же должна упасть, начинает гнить, вот, потом кто-то съедает эту мякоть, мякоть может быть мумифицироваться, вот, сохраняя влагу, потому что, естественно, когда упала на землю, она же, попробуй, представь себе, сухая косточка, она просто может высохнуть, она еще там долго, в этой оболочке сохраняет влагу, наверное, так надо, вот и я не спешу вынимать косточки, поняли, а то однажды прочитал, ну, не знаю, человек советует, лучшая схожесть, когда, прямо с дерева, то есть, ну, практически зрелые, но еще висят на деревьях, что тогда еще, уже надо снимать, для заготовки косточек, и отделять, но лучше будет, не проверял, не сравнивал, хотя всегда стараюсь сравнивать, может быть, что-то в этом есть, но, по крайней мере, я же не страдаю от отсутствия этих самых, сеянцев, и от отсутствия множества косточек, что мне и хватает, поэтому для меня это эксперимент, наверное, лишний, я просто показал, что спешить с доставанием косточек не надо, вот, сувенир Востока, очередной какой-то год, очередной урожай, нарядная Фимова, очередной год, очередной урожай, вот, холодовидная яблоня, очередной год, очередной урожай, это непредельный еще урожай, яблоня, это еще была достаточно молодая, вот, один из, там, урожая канадская мелба, один из первых, а вот это до сих пор вспоминаю с болью, я каждый год ходил, у меня рыбопытство толкало, это рядом, это соседи, я соседям посадил целый сад, у них стало этих яблок, немерено, немерено, я, у меня есть фотография, где я, это, взял, снег, вот так, ногой разгреб, а под снегом, под снегом, плотными рядами лежали, фотографии есть, эти, яблоки северной сена, поздне-зимние, вот, они не могли собрать урожай, и однажды они решили, зачем им вот этот краснодарский пипинчик, она только, у нее все, у нее вкус, у нее морозостойкость, у нее сумасшедшая выраженность, только мелкие, и они взяли, спилили, я сказал, зачем, а ко мне кордюм объехал, я хотел ему показать именно ее, как пример сибирского изобилия, вы же знаете, что именно у ранеток есть второе название, второе название есть, они еще и сибирскими называют яблоками, так же, как и с китайской яблоки, их сибирскими называли, почему, вот в Сибири их полно, вот что интересно, в Европе их почти нет, то, что их нет в Европе, почему нет, и вот, то ли они им не нужны, так как климат лучше, и там есть обилие крупноплодных яблок, но нет у них никакого обилия крупноплодных яблок, в отдельные годы, в отдельные годы, дают сумасшедший урожай, вот говорят, прошлый год, или этот год, или прошлый, я уже не помню, очень обильный урожай был яблок, но вы знаете, что такое обильный урожай яблок? Это когда у одних их полно, а тут же рядом, по статистике, на один обильный урожай дачи, или там промышленного сада, тут же рядом, в сотнях, тысячах, в миллионах садов пусто, нет этих крупноплодных яблок, что это обилие мнимое, вот, если убрать все импортные яблоки, все импортные, с прилавка, вот одночасье, вот представьте себе, раз и нету их, вот просто мысленно, и что, мы отечественными урожаями накормим народ, да не в жизнь, даже 10% не накормим, так что это обилие, это урожай, даже лучший год, это мы, не мы, на самом деле, у нас пустыня, вот, и вот вам пример, полукультурки не приветствуются в Европе, ранее так нет, может скажут, что им там трудно, говорят, сибирки не могут там жить, но там такие же сибирские, так же дикие яблони живут, в Сибири, сибирки, в Европе, как их назвать, ну дикие, дикие, вот, так он, ну не верится мне, тем более север России, все, что северной Москвы, для меня север России, ну и что, вот до чего дело доходит, я их накормил яблоками, они взяли ее, в ответ вот это вот, с 30 ведрами яблоко спилили, вот, крупный план, видите, действительно пипинчик, форму, видите, вот она, вот такую форму все пипины имеют, жалко, дети передостать, ну вот тот самый урожай, который я называю рекордный, колонновидных яблок, вот, съемки делались, не мной, съемки делались, этим самым, республиканским каналом телевидения, с Абакана, вранья никакого, под деревом ни одно яблочко не лежало, когда трясли, присутствие съемочной группы, халтура была исключена, вот, ну а нам обещают только вот столько, с полутораметрового яблони, да еще обещают 15 лет, вот смотрите, это я не вам показываю, это я показываю тем, кто обещает, вот так вот, долго рассказывать, поманили, мечтой несбыточной, это то же самое, что каждой женщине по принципу обещать, каждому мужику по королеве, ну, Курдюм у меня поправил, замечательные яблочки, замечательнейшие, зимние, вкусные, очень красивые, здесь не удалось передать, красоту, желтизну, ну, во всяком случае, Курдюм сказал, что это не golden delicious, мало ли ошибок бывает, но нет, это обеяние вкусными не стали, особо не расстроился, осеннее Яковлево, сладчайшая груша, удивительно, да, наш отечественный сорт, да, не один сорт, из тех, что на рынке их, изобилие дичайшее, привозных, с Китая, с этого, с Азекистана, Узбекистана, отовсюду, нету, помини, такого вкуса, я просто поражаюсь, вот, сегодня конференция, господи, да чего она похожа на эту, на нарядную фигуру, но не нарядную фигуру, прислали мне с этого самого, со Смоленска, не знаю, может быть она в Смоленске сладкая, совершенно посредственный вкус, я ей перестал заниматься, так, ну, догадывайтесь, что вот эти вот, цветы выращены методом укоренения, вот, просто, вырастил несколько кустов, красота спасет мир, продавать их, на продажу выращивать эту красоту, я, конечно, не стал, так, для души вырастил, укоренением, вот, это ремонтательная малина, баби лето, вот, значит, один из вариантов, как-то получилось, что к нам в Китае пришли сливы, самые разнообразные, у них даже неотличимы ветки, вот, вроде бы желтая, и взять красную, или темную практически, вот, невозможно отличить по древесине, по почкам, по листьям, ну, абсолютно одинаково, остается, нет у нас специалистов, вот, у нас же есть институты, и ГСУ в Сибири, я знаком только с тремя из них, ну, никто ничего про них не знает, вот, кроме того, что все они с востока, от темных, да, вот таких желтых, почти все цвета радуги, красота, вкус, все при них, единственное, как-то выделили именно желтую, как уссурийскую, хотя, там же и рядом, ну, то есть, я на всех случаях называю китайского уссурийского, уссурийского китайского, чтобы меня не ловили за руку, и говорили, ты что, врешь, или ты что такое, этот, невеже, вот, я просто вас знакомлю, с тем, что привать не обязательно, и должно быть в каждом саду, по крайней мере, в Сибири, для них простор, вот, папировка, ну, это самый первый сад, с которым я познакомился, что удивительно, плоды кистосладки, но очень вкусные, очень-очень вкусные плоды, я просто поражаюсь, для чего они хороши, ранние овощи, то есть созревают в июле, вот, урожай сумасшедшие, растойкость величайшая, и не поверите, бояться ран, бояться ран, пожалуйста, я вас прошу, растет дерево, не делайте им искусственный штамп, не поднимайте штамп, не делайте ран, загробите эту красоту, вот, и последние годы, я заметил, ну, я смотрю, что поступает на рынок, папировки все меньше и меньше, ну, сами догадайтесь, допустим, никто, вот, мой сын Сергей Валерьевич, этим не занимается, все мои знакомые садоводы, то есть наши междусадоводы не выращивают ни одной папировки, а так вот, вопрос, в садах еще есть, уже слегка одичавшие, уже потерявшие кузы, где брать папировку, это замечательный, сибирский сорт, который должен быть, так же, как ранетки, полукутурки, в каждом саду, где, кто, сейчас, я знаю, уже, мне дважды, разведка, кладывал, типа, А вы знаете, дальше идет название известного питомника, все, как они будут выращивать, у нас несколько лет назад после 40 градусов мороза исчезли маточные сады в сибирских этих садах, нету маточных садов, а саженцы поступают в продажу от них, как, привозят, это самое, за границей, свои бирки вешают, а иначе это закрывать питомник надо, вот такая действительность, вот поэтому у нас, и это тоже, еще пройдет 5-10 лет, и папировка исчезнет, ну ладно, исчезает там, допустим, сорта байкалова, казмина, барикосов, наука считает, что их растить бесполезно, ну а это-то, ну кто, где-то, ну буквально надо создавать специальные центры для этого, вот, пипин шафраны, наверное, на этом закончим, потому что мы опять вернемся к Мичурину, вот, на сегодня достаточно, не хочу вас дальше утомлять, мне всегда интересно, что я понятия не имею, что там дальше, вот, а что там, а что там дальше, я буду рассказывать, об чем, видели, вот этот клей, с мертвыми муравьями, и с мертвыми почти деревьями, вот об этом мы поговорим, вот об этом мы поговорим, вот об этом мы поговорим, вот, знаете, когда меня, вот это яблоко опубликовал в газете, у нее цветные снимки, единственная туда была, сады Сибири, мол, разгадать бы эту тайну, это же явно два папы, правильно, вот, чепуха, был напечатан ответ, напечатан, мы просто взяли, бумагой наклеили, вот так, бумагу наклеили, вот, получилось два цвета, а теперь дурите людей, или прикалывайтесь над нами, ясно, так вот у хозяина, откуда я доставал черенок этого, вот, самое, у него целое дерево покрыто, такими вот, дошветными, интересно, того, показать бы тому, кто это, меня, обвинил, халтуре, вот, чтобы он сказал, что тот хозяин, на всех деревьях, на сотнях яблок, клеил, вот так вот, ну все, друзья мои, халтуре. Продолжение следует...